Давайте разбираться, что же произошло этой ночью. Ну, по крайней мере точно известно, что атакован московский НПЗ в населенном пункте Капотня и атакована Конаковская ГРЭС. Два крайне интересных объекта. Ну и 158 беспилотников по версии россиян были сегодня сбиты над разными областями. Причем больше десятка областей были атакованы. Я вот открываю карту. Даже в Ярославскую область прилетело. Кстати, еще по попаданиям, еще информация обновляется. Вот сейчас сообщают о том, что в Ярославской области, которая дальше всего сегодня атакуемых, находится областей, перекрыт подъезд к местному НПЗ, в том числе нефтеперерабатывающему заводу. Ивановская, Тверская, Москва, Московская область, Рязанская, Тульская. Ну и вот эти все приграничные, все получили свою дозу, долю маленьких и гордых украинских беспилотников. Но классика жанра. То есть, несмотря на то, что местные своими глазами видят взрывы, видят пожар, видят, как там все горит, пылает, все бегают, суетятся, главы местные выходят и говорят, вот глава Кашир и Шувалов заявил, что ночью была попытка атаки территории Каширской ГРЭС, разрушений нет, даже пожара никакого не возникло. Собянин тоже вылез и говорит, поначалу, конечно, пока там уже не расцвело и не стало видно, что там на самом деле на НПЗ в московском происходит. Так вот, Собянин вылез и говорит, что атака беспилотников отражена, первые сбили в Подольске, ну и по предварительным данным пострадавших разрушений нет. Ну, а давайте, может, мы посмотрим, как их там нет. Когда уже все своими глазами средь бела дня, ну, сложно, наверное, скрыть-то удар по московскому НПЗ, увидели, Собянин вылез и сказал, что, ну, на территории московского НПЗ начался пожар после падения беспилотника. Ну, у них всегда, мы с вами уже говорили, это либо высокоточные обломки попадают туда, куда нужно, либо он падает, загорается трава, от травы загораются палки, от палок там, потом что-то еще. И вот еще один сбитый беспилотник, сообщает Собянин, в результате падения повредил отдельно стоящее никому не нужное техническое помещение московского НПЗ. Сразу после этого выходит новость на РБК, что вот этому, ну, какому-то фуфлыжному буквально пожару присвоили максимальный уровень сложности и тушат его с вертолетов. Серьезный, значит, серьезно упал беспилотник. Значит, чем этот московский НПЗ так важен? Почему он, вот почему именно атака на этот НПЗ, может быть, мозги кому-то там вставят в столице? Ну, в общем, этот, он самый компактный, считается, один из новых таких модернизированных. Компактный, на секундочку, 300 гектаров практически занимает площадь. Это к тому, что такое на самом деле НПЗ. Я вам в конце расскажу и отвечу, свою версию расскажу, почему не бьем по НПЗ, а бьем в большей степени в последнее время по нефтебазам и резервуарам. Так вот, более 300 установок на этом московском НПЗ. Там и крекинг, термокрекинг, реформинг. Ну, в общем, такой городок приличный. И попали в одну из установок крекинга. Но здесь важен психологический эффект, мне кажется. Москвичи, ну, точнее, элиты, которые в Москве находятся, они, наверное, забыли уже, что такое война. Помните, прилетало и по Кремлю беспилотники, и по башням Москва-Сити прилетали. И вот тогда, когда москвичи своими глазами видели, как россияне, российская армия кранами панцири ставили на крыши важных для них зданий. Минобороны, ФСБ и так далее. Ну, что, это важные здания, действительно. То вопрос в другом. Что эти панцири, которые затягивали на крыше, они же должны были сбить где-то уже над городом, что летит. А это что-то должно было упасть конкретно на крыше жилых строений. Но это ничего. Главное, чтобы не долетело вот туда, к ФСБ, в Генпрокуратуру и к Министерству обороны. Ну, не дай бог в Кремль. Там же полутораметровый завоеватель прячется, по подземным норам ползает. Так вот, важен именно психологический эффект. Вот сейчас москвичи снова вспомнили, что есть война. Потому что, давайте скажем прямо, мне кажется, даже жители Украины как-то больше интересуются моментами в Курской области. Отселение, переселение. Да, там вот эти все городские сумасшедшие. Путин, помоги. Вы, наверное, не знаете, что тут у нас... Конечно, он не знает. Он войну начал и ничего не знает. Ну, так вот, москвичам вообще до лампочки было, что происходит в Курской, в Белгородской, в приграничных других областях. А вот сейчас, когда их рыхленькие тельца заставили подняться раненько утром, я напомню, атака ночью произошла, когда они поняли, что война-то вот опять снова возвращается. И когда они поняли, что Украина может запускать 150 и больше беспилотников. То есть не только Россия может запускать сотню шахедов. А сегодня я наблюдал, в большей степени это лютые летели. Это украинский дрон, лютый, с характерным очертанием хвоста. Красиво летит, грациозно, пикирует хорошо. Ну, в общем, полетели, как говорится, птички на Москву. И сейчас там кое-кто взбодрится. Еще чисто практически важная составляющая с этим МНПЗ заключается в том, что на топливном рынке столицы МНПЗ занимает 35%. То есть они 40% в бензине и 50% в дистопливе обеспечивают. Именно этот МНПЗ. Поэтому москвичам, если еще парочка прилетов будет, придется, наверное, немножечко подумать, где брать топливо. Конаковская ГРЭС, которая была сегодня тоже атакована, это одна из крупнейших электростанций центральной части России. Она восьмая по мощности среди тепловых. Ну, я думаю, кадры сейчас мы глянем. Вот, посмотрите, очень интересное попадание. Город, включаем. Опа. Опа-па. А вот и третий, жахтый. И вот, что вам по этому поводу хочу сказать. Значит, слабое место, ГРЭС, которые работают на газе, это как раз вот система транспортировки и хранения газа для этой ГРЭС. Именно туда попал один из беспилотников. Другой прямо по самой ГРЭС куда-то в трансформатор, насколько я понимаю, насколько я видел кадры. Но в газовое хранилище это прям очень удачно. Причем местные заявляют, что прежде чем спикировать в это газовое хранилище, тоже лютый дрон, он несколько кругов сделал. И найдя правильный угол, правильную точку, чтобы оно вот так ярко все случилось, с огоньком, он спикировал именно туда. Поэтому у этих ГРЭС, действительно, те, которые на газе работают, у них вот это слабое место. И не только у этой. Привет всем остальным. Россия ничего перестроить, защитить не смогут сейчас. Это нужно там совершенно иначе подойти. Раньше вот эта Конаковская ГРЭС работала на мазуте. И сейчас работает на газе. Ну, по крайней мере, работала. Поэтому очень тот, кто продумывал эти атаки, это прям очень профессиональный человек был. И удары по НПЗ, когда бьют именно в ту самую крекинговую установку, ну, уникальную, да, которая фактически останавливает весь НПЗ. Это тоже ювелирная работа, прямо вам скажу, потому что попасть в нее, да еще когда там нужно столько пролететь, когда стреляют, сбивают и так далее, это действительно очень крутая, высококлассная работа наших специалистов. Значит, что еще важно понимать? с Каширской ГРЭС. Честно говоря, там был пожар, видели очевидцы. Но, кстати, про нее интересная информация. Это она под личным контролем Ленина была построена. Вот. Медведев сейчас. Вот что делают украинские дроноводы, операторы БПЛА? Они же заставляют Медведева в самые сложные для него дни выходить и комментировать. А-а-а, ко-ко-ко, там, уничтожу всех. Он просто из спиртового ада восстает, человеку тяжело, и нужно же как-то отреагировать. Он же Медведев все-таки как-то должен отреагировать. Поэтому еще и здесь заставляют. Сейчас, поверьте, к обедику разродиться каким-то постом, где будут англосаксы, сакса-англы, франкосаксы, марионетки, сатана и близ. Ну, короче, вот это вот все, что за него напишет, градус, который сидит в нем, вот это все мы и услышим. И теперь на важный вопрос, который задают всегда в комментариях, почему мы бьем по нефтебазам, а не по НПЗ. Почему раньше били по НПЗ, сейчас перестали бить. Я в прошлом выпуске приводил статистику. На 7,5% суммарно переработка упала нефти российской. То есть просели объемы, ну, не на десятую часть, ну, чуть меньше, но все-таки есть. Значит, почему по НПЗ? Потому что дрон, у которого боевая часть 30, ну, максимум 50 килограмм, он не может нанести таких существенных повреждений огромному НПЗ. И это нужно вот прям в игольное ушко войти, ну, точнее, вот ювелирно очень попасть в установку необходимую. В общем, это не так просто. Плюс россияне восстанавливают работу этих установок. Они на некоторых НПЗ уже их решетками защитили. То есть удар по НПЗ это остановка на от короткого до очень короткого периода. Хотя, если сотни дронов атаковать, то можно серьезные повреждения, но они все должны долететь, и большая часть из них должна попасть. В общем, удары по НПЗ довольно сложная история. А вот удары по нефтебазам, по которым недавно был прям рейд такой настоящий, нефтебаза «Зенит», Росрезерва, нефтебаза «Атлас», которая догорает сейчас, нефтебаза тоже Росрезерва, Кавказ, которая догорела уже. Значит, в чем там особенность и почему именно по нефтебазам выгодно бить? Резервуары, в которых хранятся нефтепродукты, их собирать, устанавливать, привозить гораздо дольше, чем восстановить, например, работу НПЗ в зависимости от повреждений. То есть, в итоге получается, что выгоревшие 70 с лишним резервуаров восстанавливать месяцами, а то и годами будут. Плюс выбивается важная логистическая точка на пути к фронту. То есть, условно говоря, куда дальше тебе нужно на нефтепродукты перелить в промежуточную точку, чтобы они были от фронта в зоне досягаемости и постоянно поездами туда-туда их бросать. Когда выбивается, выгорает вот такая нефтебаза, большая, как Кавказ, у тебя выбивается фактически серьезная, тебе ты же поездами уже прямо на фронт не будешь в таком объеме возить. Это небезопасно, ну и во-вторых, это абсолютно нереально. Поэтому, когда выгорает такая нефтебаза, это большая-большая проблема. Восстановить, поставить там резервуары. А тут, смотрите, нефтебаза может сгореть от одного-двух беспилотников. НПЗ 1-2 беспилотника, ну, не выведут из строя. Поэтому и туда, и туда нужно бить. Я вам скажу точно. И я сегодня, вчера я ставил вопрос, почему не бьем по НПЗ, можно сказать, это договоренность, еще что-то. И сегодня в московский НПЗ прилетает. То есть, бьем по НПЗ, это хорошо. Но, для НПЗ нужно что-то посерьезнее. То есть, если ракета, вот которую анонсировали, кстати, нашего производства, дальность 600-700, боевая часть, ну, дай бог, там, 300, чтобы была, я надеюсь, там других параметров пока нет. И это тоже я так предположил. Ну, в общем, для того, чтобы разнести НПЗ и вывести его из строя хорошо, нужно вот, нужно бить ракетами. И, учитывая, что есть сейчас какие-то переговорные процессы, я думаю, конечно же, нам не разрешат бить Storm Shadow по НПЗ, но украинские ракеты, наши, отечественные, может быть, туда и полетят. И хотелось бы, чтобы полетели. И вот тогда точно вся переработка goodbye. И проблема, конечно же, для тех, кто переживает за рост цены на нефть, нефтепродукты, ну, это не наша проблема, Украина выжить должна, поэтому вот так. Плюс, еще важный момент с ударами по нефтебазам. Россия не может сократить, ну, точнее, это очень проблемно, сокращать добычу нефти. То есть, ее достают, ее нужно где-то хранить, потом перерабатывать. Когда уничтожаются крупные нефтебазы, выгорают, а нефть добывается в таком же объеме, то нужно же ее куда-то складывать. Ну, ее же не будут там какие-то тазики, да, набирать. То есть, ее нужно куда-то, где-то хранить, перерабатывать. И выгорание вот таких больших нефтебаз, как Атлас, а я напомню, на этой, на комбинате Атлас 32 или 34 резервуара, на комбинате Кавказ 74. То есть, это гигантские просто объемы. Еще раз подчеркну, эффективность и возможность уничтожения гораздо выше, чем удары по НПЗ, теми же БПЛА. Поэтому вот так. Если выбить крупные нефтехранилища и хранилища нефтепродуктов как раз в поясе 700 тысяч километров до фронта, то это будет очень большая проблема. А защитить их россияне, к сожалению, для них не могут. Поэтому 10-15 дронов на одну нефтебазу, панцирь может там сбить половину, но остальные долетят и практически гарантированно. Мы видели усовершенствованные, модернизированные БПЛА, которые предназначены именно для поджога вот таких нефтебаз и нефтехранилищ. Поэтому вот это хорошее. Но еще раз подчеркну, бить нужно и по НПЗ, и по нефтебазам. Хотя эффективность разная будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok